Приветствую всех любителей необычных станков! Сегодня мы поговорим об одном интересном комбинированном токарно-фрезерном станке, выпускавшейся с середины 60-х годов 20 века, компании Hamilton в Балтиморе, штат Мэриленд, США. Используя фрезерные элементы этого станка, компания также выпустила пару миниатюрных, отдельно стоящих вертикальных и горизонтальных фрезерных станков, которые пользовались невероятным спросом. Концепция комбинированного токарного и горизонтально-фрезерного станка была опробована еще во второй половине 1800-х годов. Однако сочетание токарного и фрезерного станков с круглой станиной могло быть уникальным, и Hamilton сделал еще один шаг вперед, разработав бабку, состоящую из двух частей, так что верхняя часть, в комплекте со шпиндельным узлом и двигателем с прямым приводом на упругой опоре, могла быть отсоединена от базовой части и повернута на 180 градусов. Другими словами, при вращении токарного станка во фрезерный и обратно, осуществлялось путем откручивания стопорного болта на задней поверхности передней бабки и вращения данного узла вокруг вертикальной оси так, чтобы передний конец шпинделя оказался на стороне фрезерной части станка. Это оригинальное решение способствовало уменьшить количество дополнительных узлов, при этом сохранив функционал. После установки на постоянно закрепленном фрезерном столе, шпиндель с конусом Морзе-1 оснащался горизонтальной фрезерной оправкой, а его опора, хобот, закреплялся в простой отливке, прикрепленной всего двумя болтами к плоской поверхности, обработанной на верхней поверхности бабки. Станок имел ограниченные возможности. 7,5 см высота центров и 38 см расстояние между центрами означали, что можно было выполнять только небольшие работы, а неизбежная проблема токарных станков с круглой станиной, отсутствие зазора, означало, что амбиции владельца были еще более ограничены. Приводимый в движение непосредственно от установленного сзади двигателя мощностью 1 треть лошадиной силы, шкив шпинделя был оснащен узким ремнем типа Гейтс, целью которого было получить как можно больше скоростей в ограниченном пространстве, но без слишком большой нагрузки на подшипники. В результате было доступно 8 скоростей, от 360 до 2820 оборотов в минуту, хотя поскольку они не проходили через заднюю передачу, крутящий момент на самых низких скоростях был очень ограничен, и как следствие тяжелое фрезерование было практически невозможно. Исходя из особенностей конструкции, каретка могла перемещаться по станине либо с помощью зубчатой рейки, работающей через редуктор от маховика, либо как вариант с помощью ручного винта тонкой подачи, который работал через зажимную гайку на задней части каретки. Не было способа подключения каретки силовой подачи или ходового вала, но простой тип ходового винта был доступен в списке опций. Несмотря на простую конструкцию, составная скользящая опора была хорошо спроектирована с удлиненными концевыми кронштейнами для крепления винтов подачи поперечной направляющей, которая была полноразмерной. На станке имелся только неадекватный конус Морзе-1, а ствол задней бабки фиксировался грубым и дешевым устройством, типа того, что обычно встречается на недорогих токарных станках по дереву, где винт с пластмассовой рукояткой воздействовал непосредственно на его внешнюю поверхность. Были установлены две конструкции задней бабки. Первая имела вертикальную поверхность передней части, что ограничивало достигаемость шпинделя, когда устройство было сильно прижато к каретке, в то время как последняя была максимально отклонена влево. Другими словами, было невозможно совместить центр передней бабки и задней бабки. Для горизонтального фрезерования был предусмотрен стол с одним Т-образным пазом со скромными по эффективности перемещениями на 20 см продольно, 8 см поперечно и 12 см в вертикальных направлениях соответственно. На ранних станках подъем стола осуществлялся с помощью простого и недорогого маховика, окружающего подъемный винт. На более поздних моделях он был заменен на гораздо более удобное и традиционное управление винтовой подачей, работающей через конические шестерни. Несмотря на ограничения, присущие его конструкции, Хамильтон был гениально задуманным и выполненным станком и был нацелен скорее на рынок школ и учебных заведений, чем на покупателя домашней мастерской. Хотя его универсальность и компактные размеры, безусловно, сделали бы его привлекательным приобретением для любого человека с ограниченным пространством. В 1966 году токарный станок продавался за 592 доллара с планшайбой, двумя центрами, составным суппортом, двумя шкивами двигателя, но без двигателя, защитой ремня, подоном для стружки и ключом. Если станок был оснащен двигателем и выключателем General Electric, трехкулачковым патроном и задней плитой, а также необходимым приспособлением для тонкой подачи, его стоимость возросла до 733 доллара. Станок имел длину 100 сантиметров, ширину 43 сантиметра и высоту 54 сантиметра. И в сборе с двигателем и выключателем весил около 68 килограмм. На этом у меня все, жду вашего мнения по этому станку. Спасибо всем за внимание, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok